Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска 2.7 турбодизель полный привод пробег на автомобиле 155 тысяч километров на этом автомобиле я сегодня заменю тормозные шланги передние и задние автомобилю 12 лет без малого состояние автомобиля очень-очень хорошая поэтому хозяин каждые 5 лет меняет тормозные шланги шланги в хорошем состоянии, но мы их меняем на новые оригинальные поднимаю автомобиль, снимаю все колеса и откручиваю по очереди все шланги поднял автомобиль, снял все колеса вот такая экспресс-замена масла у меня и с помощью ее я сейчас откачаю тормозную жидкость со всех суппортов ну и следовательно уйдет она из системы из трубочек и с расширительного бачка одеваю сюда резиновый переходник на шланг открываю штуцеры прокачки и открываю клапан все, жидкость пошла таким образом я пройдусь под всем четырем колесом пока воздух не пойдет уберу всю жидкость откачал со всех четырех колес тормозную жидкость по емкости где-то получилось 700 грамм теперь забрызгиваю все разъемы шлангов ВДшкой для того, чтобы немножко подоткисло и разъединять их буду также сзади сзади находятся четыре шланга два с одной стороны и два с другой стороны вот один шланг верхний идет и вот шланг нижний идет сейчас постоит, покиснет и ключиком на 11 буду пробовать откручивать попробую что у нас получится ключик здесь на 11 и все-таки я не зря все это залил и расквасил верхняя пошла легко так как кузов отделялся в автомобиле она откручивалась это соединение откручивалась а вот нижняя не хочет беру разрезной ключ на 11 вот такой вот тормозуху откачало все равно маленько капает затягиваю болт и пробую сорвать сорвал оно крутится вместе с трубкой буду расчатывать буду расчатывать несколько раз несколько раз попрызгаю и подергаю грязи просто некуда деваться чтобы трубку не обломать я ее разболтаю пусть пока постоит откручиваю верхнюю до конца верхнюю открутил снимаю стопор отвертку поддеваю отверткой поддеваю и уже шланг можно сдернуть и все расшаталась нормально вот таким образом можно сохранять трубки не рвать их и все все нормально крутится у нас еще есть еще одно соединение на нижнем шланге сейчас посмотрим как она пойдет у нас все здесь я разденю также беру отверткой снимаю стопор тоже стопор снял шланги на грязи прикипели грязь коррозия и вот оно нижнее соединение еще раз пробую пока для начала рожковым я не пойдет сорву грани не вот так КОНЕЦ 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 Добавил субтитры. Добавил субтитры. Все, штуцер зашевелился, а трубка не шевелится. Трубка прокручивается. Сейчас также ее расквашу. Вот эти разрезные ключи, очень удобные для этого дела. Грани на штуцерах остаются целые. Нет, все, начало крутиться. Ну, правда, ВД-шки дал постоять часа полтора, наверное, чтобы она проникла вовнутрь. Субтитры сделал DimaTorzok. Играет музыка. Добавил субтитры. сейчас хорошо все вычищу и смажу медной смазкой уберу эту всю грязь снимаю стопорную скобу смазка смазка заготовку смазка И ключом на 14 откручиваю шпицы. КОНЕЦ Теперь очищу эти кронштейны, на которые новые шланги буду устанавливать. И так же сверху. Трубки сильно шоркать не надо. Вот эту грязь на штуцерах сейчас позбиваю. Смажу коррозию, промою, продую и смажу медной смазкой. Именно смажу трубку под штуцером и резьбу на штуцере. Использовать новые шланги буду оригинальные. Нижний шланг у нас идет под номером LR058009. А верхний у нас шланг идет под номером LR058010. Левая и правая сторона шланги одинаковые. Теперь беру, чищу сверху трубку. Так же ее немножко пройдусь. Трубка крутится нормально. Штуцер отодвигаю назад и под штуцером пробрызгал и резьбу, и саму трубку под штуцером. Сейчас сдвину, у меня получается между штуцерами и трубкой смазка. Вовнутрь смазка не попала, потому что я брызгал в ту сторону, и трубка была прижата. Беру новый шланг и устанавливаю его на место. Заводится он в посадочное место. Фиксирую стопором. И закручиваю штуцер. Теперь одеваю точно так же нижнюю часть. Тоже вставляю ее в проточку, в паз и фиксирую стопором. Беру точно так же, устанавливаю на место нижний шланг. И тоже фиксирую стопором. Трубку, как я и говорил, я прочистил. И смазывать буду точно так же, как и верхнюю. Вот так вот вперед смазкой. Вовнутрь смазка не попадает. А вот теперь ее можно наживлять. Наживил все три соединения трубки. Теперь мы можем их подтягивать. И перекручиваем четвертое соединение уже к суппорту именно. Снимаем защитный колпачок. Так же меняю со второй стороны задние шланги с собой и верх, и низ. И идем меняем передний шланг. Ну что, снимаем передний шланг. Со шланга откидываю проводку. Откручиваю болт на 10. Откручиваю болт на 10. Здесь снизу рычаг крепит тоже болт на 10. Видите, хромштейн к рычагу. Шляпка, головка на 10, а сам болт М8. Снимаем шланг от рычага. Снимаем шланг от рычага. На резинке сидит. И откручиваем сверху штуцер на 11. Здесь легко тоже пошел. Те места, где крутились резьбы, наверху заднего шланга и наверху переднего шланга, они идут нормально. Возможно, даже ребята их смазывали. Главное не спешить. Если не идет, не рвать грани, раскрасить ее и разрезным ключом открутить. Чтобы потом дурную работу не делать по замене трубки. Все, я открутил. Теперь снимаю стопор. А чтобы снять стопор, мне надо снять вот этот шланг с кронштейна. Потому что стопор в эту сторону стоит. Не шланг, а провод датчика АБС. Все, стопор снял и шланг вышел. Откручиваю снизу шланг от суппорта. Ключ здесь на 14. Ключ здесь. И еще здесь шла проводка на шланге. И все, шланг я снял. Теперь я смажу внутри резьбы в царфе и верхнем рычаге. И также болты смажу, когда буду прикручивать. Беру новый шланг, правый шланг идет под номером LR 058 048. А левый шланг идет под номером LR 058 049. Вот такой вот шланг. Устанавливаю. Болт я смазал и наживляю. Смазываю второй болт. Смазываю все медной смазкой. Остар. Смывы. Остараптируйте. Я затягиваю. Я затягиваю. КОНЕЦ Теперь провожу шланг наверх, завожу его здесь в рычаг. КОНЕЦ Также смажу шланг сверху. Завожу шланг и фиксирую стопорным кольцом стопорной скобой. Брызну провод и надеваю его в паз. Здесь провод провожу вот по этим кронштейнам. Затягиваю болт крепления шланга. Теперь можно провести провод. Затягиваю шланг. Затягиваю шланг. Попробуем снизу. КОНЕЦ Все, с этой стороны шланг установлены, аналогичным образом иду, меняю со второй стороны, ну и потом уже залью тормозную жидкость и прокачаю систему. Систему прокачаю точно так же вакуумом, как и выкачивал тормозуху с дальнего колеса ночную. Заменил так же и со второй стороны шланг, спереди и сзади. Опускаю автомобиль и заливаю тормозной жидкостью. Откручиваю крышку. Бычка тормозной жидкости. Жидкость не капала. Положаю на тряпочку. Тормозную жидкость фирмы Кастрол буду использовать. Номер ее 157F8B. Заливаю полный бачок. И вакуумом вытягиваю с заднего правого колеса. Ослабляю штуцер. Одеваю шланг. И открываю клапан. Все, жидкость пошла. Пока закрываю. И так по всем четырем колесам прохожусь. Дореваю жидкости. И прохожусь снова. Проверяю тормоза. Но, как правило, после второго раза они уже нормальные. На этом все. Замену тормозных шлангов спереди и сзади я закончил. Всего вам доброго.